Всем привет! На этот раз хочу поговорить с вами об одной достаточно интересной, прям мега интересной книге, но редкой. Я не знаю, конечно, получится ли у вас ее как-то приобрести, и не факт, что каждый из вас пойдет на эти такие расходы, но тем не менее сказать о ней я бы хотел, потому что она реально крутая. Книга эта на английском языке, на русском она еще не вышла. У нее такая особенная история, я ее впервые увидел в обзорах на интересную литературу, очень популярную о нашем регионе, вот именно Северный Кавказ и вообще в общем-то степи Северного Черноморья, Северное Полушарие, да степная вот эта история, степная и горная. И книга эта вышла, она на Амазоне продавалась, дело в том, что по дурацким российским законам можете купить с Амазона книгу из Америки, но не факт, что она вам дойдет, ну потому что вот убожество наши законы такие, они ничего не гарантируют. Она потеряется и потеряется, да что там пару тысяч. Естественно, это как бы мне не устраивало, поэтому мне пришлось через знакомых, знакомого одного такого адыга, который живет в Лондоне, вот я попросил его, ему эту книгу доставили, я ему оплатил, и он через друзей передавал их в Питер, которые потом отправляли мне почтой в Краснодар и в общем это длилось там чуть ли не 4-5 месяцев. Но книга дошла, я очень рад, то есть я ее сразу не смог прочитать, где-то у меня еще долго лежала, но потом я взялся и одним махом, я не думал, что англоязычную книгу одним махом вот так вот, там она еще не маленькая со страниц, я ее вот так прочитаю. Вот она. Автор археолог замечательный Дэвид Энтони, Horse Wheels in Language How Bronze Age Riders From the Erosian Stapes Shaped the Modern World. Или попросту лошади, лошадь, колесо и язык, как всадники бронзового века из евразийских степей изменили границы, ну как границы, да, изменили современный мир. Не маленькая книжечка, я вам скажу, но очень крутая. Почему? Сам Дэвид Энтони, это такой археолог, который специализируется на происхождении индоевропейских племен. И он долгое время, еще с 80-х годов, работал в России, в СССР тогда еще, потом в России и Украине с нашими археологами. Он единственный археолог, который соображает, как работает методология и западная археология, и советская. И даже об этом в книге написал, что разницу подходов эту отметил и понимание, да, методологии. Но очень круто, что он действительно как бы работал в поле, он специалист, он шарит хорошо в этой теме, русским языком владеет, он все и наши как бы научные статьи читал и книги. И на основе этого сделал такую огромную книгу, в которой попытался объяснить происхождение индоевропейских племен, начиная с раннего, там, с каменного века еще и заканчивая примерно вторым, началом второго тысячелетия до нашей эры, появлением колесниц и окончательным распространением индоиранцев в Иран и в Индию. Университетская пресса и Оксфорда выпустила ее. Ну, я надеюсь, ее переведут на русский язык скоро, потому что, действительно, очень интересная книга. Меня что еще заинтересовало, особенно, это главы некоторые, да, тут очень-очень много глав в ней. И особенно интересные главы восьмая, точнее, глава девятая, в ней есть пункт, называется «Нальчикская и Северокавказская культуры». Это еще каменный диагноз. И глава двенадцатая, которая полностью посвящена майкопской культуре, майкопскими рождями и связи с культурой Триполия на Западе Украины. Безумно интересная вещь, то есть, он здесь начинает рассказ, как прямо тут, таким классным, таким легким, научно-популярным языком, как реально расследование, прямо как Шерлок Холмса. То есть, привлекая археологию, лингвистику, биогеографию, то есть, он не просто смотрит, какие находки были, какие культы там видны, какие существа погребальные, что ели люди, как изменялось их питание, как они себя вели, во что одевались, какой скот использовали. И он там приводит, начиная с того, что с Ближнего Востока еще в каменном веке перебрались первые земледельцы на Балканы и в устье Дуная, где они столкнулись с первыми охотниками-собирателями, первопредками всех индоевропейцев. И вот на этом фронтире их культура, она была намного богаче, там, города вот эти на холмах строились, там, скотоводство, сады, дома, все, вот эти пиры ритуальные. И это все пограничных этих охотников-собирателей настолько привлекало, что они скептически относящиеся вообще к скотоводству, начали заводить скот, ну, не для себя, а для того, чтобы к этим соседям богатым, с ним земледельцам ходить на пиры тоже, как бы, ну, приносить жертву со своей стороны, как бы, вклад делать для того, чтобы там какой-то вес у них заиметь, да, и какие-то связи для себя полезные завести. И так это потихонечку распространялась, их культура на соседей, все дальше-дальше до Днепра и дальше туда распространялась. И когда в четвертом тысячелетии случился коллапс климатический, и это повлекло крах вот этой цивилизации большой и крупной на Балканах, и вот эти вот их соседи, как бы прошлись по ним огнем и мечом еще потом по этим умирающим цивилизациям. Только Триполе еще на тысячу лет сохранилось, и в то же время появляется майкопская культура, которая возникла за счет того, что из Средней Азии в Месопотамию шли торговые пути, золото, всякие драгоценности для первых вот этих городов-государств, для их вождей. И в том числе оттуда уже маршрут на север пошел, остался переставляться через Турцию и дошел до Кавказа северного, да, то есть и остановился точкой в Майкопе, на майкопской культуре, которая дальше уже распределяла богатство уже в степи во всем вот этим. Потому что у майкопской культуры даже торговцы были в устье Дудона, да, и Волги. И эта майкопская культура, сидя на этом пути, настолько разбогатела в ней вот эти богатые находки золота, серебра, клинописных табличек, первые мечи и, главное, повозки. Первые полесные повозки, которые от них попали уже, ну, через Майкоп и через Майкоп попали к первым индоевропейцам этим и совершенно радикально изменили их мир. То есть они, которые кучковались вдоль речек всегда, а степи они считались, ну, такими мертвыми землями, там опасно было, да, там еды и водных источников нет и без скота там не пробьешься, как говорится, умереть можно. А повозки изменили радикально все и параллельно еще, ну, люди стали перемещаться очень широко. И, во-вторых, параллельно произошла доместикация лошади. Для этого ее, в общем-то, кушали только. Лошадь была удобным скотом для, скажем, зимой поесть мясо лошадиного. То есть ее не воспринимали как транспорт. А вот теперь впервые стали. И тут у Левида Энтони целая огромная голова посвящена расследованию. Международный эксперимент ставили на лошадях, пытаясь понять, как же определить, что лошадь уже используется на остатках лошади, как определить на этих останках, что ее использовали как транспорт, а не как просто скот для еды. Да, то есть они там изучали, ну, как потом индейцев брали, смотрели, как индейцы с примитивными тряпочками, вот эти первые, первый раз с лошадними. Когда встретились, их пытались оседлать, да, используя тряпки даже, а не удила. И смотрели, как это влияет на резцы лошадиные. И определили там микротрещины на зубах лошади. Если там они более, там, трех миллиметров, то, значит, лошадь использовалась, скорее всего, не удила использовалась. И вот таким образом он провел эксперименты, и потом они археологически нашли первые следы, когда появляется первый скелет лошадей в могильниках, вот с этими следами. И таким образом примерно поняли дату доместикации лошади, что вот изменило радикальный мир этот. Он потом отдельно выпустил через пару лет еще одну книгу, посвященную исключительно вот этому вопросу, о том, как человека свою лошадь. И вот получается, что ендоевропейцы стали кочевать. То есть исчезают у них поселения, но появляются какие-то мелкие следы, из которых видно, что они просто, ну, как кочевники современные юрты делали, на повозку ставили и перемещались. Таким образом они начинают перемещаться на большие пространства очень, заводят огромное количество стада, богатеев. И начинают, как бы из-за этих больших миграций, пересекаться культурно с более дальними народами, и таким образом сами разделяться, то есть из общей массы отделяются уже какие-то племена. Ну и в итоге он потихонечку пытается, как бы объясняет, как через смешение с какими-то племенами, через миграции появились уже отдельно там италы, кельты, там славяне, прибалты, как иранцы с индусами отдельно отделились, по Челябинску шли в Сибирь, армяне, береги там и так далее. По Челябинскому вот это их войны на колесницах там творились, самые первые в истории человечества. Впрочем вся эта книга посвящена вот этой большой истории того, как это все поэтапно происходило. В том числе включая Северный Кавказ, который стал ключевым моментом в этой истории человечества. И на самом деле я после прочтения книги у меня просто в голове все перевернулось. То есть это цивилизации богатейшие, которые появились либо на самой заре Ближневосточных цивилизаций, либо, если мы касаемся Балкан, так это вообще 6-4 тысячи лет до нашей эры. Какие там цивилизации Ближнего Востока еще даже и в планах их не было. Там египтяне с шумерами еще ходили в лесах, как говорится, в беномедренных повязках. То есть совершенно другой взгляд на историю, новый совершенно. Особенно на историю степей, которые обычно белое пятно всегда были, которые очень многое объясняют. И действительно очень достойная книга. Я не знаю, почему ее до сих пор не перевели, об этом мало у нас написано так. Но человек настолько глубоко и подробно все расписал, что я даже у себя на окне посадил вот этот куст Марии обыкновенный. Точнее, Амаранта-щерицы, Марии не нашел ее. Для того, чтобы просто ее вот эти вот листья и спелые, и стручки эти спелые попробовать сварить в супе, попробовать эту палеодиету этих предков иноевропейцев. Еще, да, как они ее ели массом до того, как появилось полноценное изоблюдение. То есть книга увлекательная, очень крутая. Если у вас нормально с английским, в принципе, я рекомендую заказать. Сейчас вроде бы как угомонилась с Амазоном, попроще стало. Заказать ее, действительно пополнить свою библиотеку этой достойной книгой. Ну или ждите уже тогда, ну я думаю, что скоро выпустят ее на русском языке, и можно будет ее прочитать. Так что, если вам нравится действительно достойная литература, рекомендую вам ознакомиться с этой книгой. Так что, такие дела. Все, всем пока.